Здравствуйте, дорогие наши друзья! Это программа «Лестница в небо». Программа, в которой мы обычно говорим о том, что мало или совсем неизвестно нашим согражданам о православной вере и жизни православной церкви. Итак, признаюсь вам, немного волнуюсь. Сейчас объясню, в чем проблема. Мне вот кажется сейчас, что на меня смотрят некоторые люди, которые ничего не знают о том, что такое Евангелие. Или, еще хуже, знают, но знают не то, что есть правильно. То есть думают совершенно не то, что есть на самом деле. Волнуюсь еще потому, что, не знаю, получится ли осуществить наш замысел. А он таков. Мы бы хотели, чтобы после нашей программы хотя бы несколько наших зрителей, может быть, даже один, отказался бы от ложных представлений об этой величайшей книге. И не только книги. Сегодня мы будем об этом говорить. Может быть, открыл бы ее, отказался бы от каких-то навязанных ему ложных мнений и заблуждений. Не знаю, волнуюсь еще, потому что не знаю, получится ли это у меня, и могу ли я, достойно ли об этом говорить. Но в этом плане рассчитываю, очень рассчитываю сегодня на наших дорогих гостей. Итак, сегодня мы говорим о Евангелии. Что такое Евангелие? И какую весть принес Спаситель и провозгласил ее в Евангелии? Я с удовольствием представляю наших гостей. Это преподаватель Киевской духовной семинарии и академии, отец Владимир Долгих. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте. Богослов Руслан Калинчук. Здравствуйте. И наш традиционно третий гость – это представители православных приходов Киева и Украины. Здравствуйте, друзья. А начнем мы по традиции с слов святого. Сегодня это мой любимый святой, один из моих самых любимых святых – Игнатий Брянчанинов. Жил он относительно близко к нам. Он очень современен. Послушайте, пожалуйста. Раскрывая для чтения книгу Святой Евангелие, вспомни, что она решит твою вечную участь. По ней мы будем судимы, и смотря по тому, каковы были здесь на земле. По отношению к ней получим в удел или вечное блаженство, или вечные казни. Не довольствуйся одним бесплодным чтением Евангелия. Старайся исполнять его заповедание. Читай его делами. Это книга жизни, и надо читать ее жизнью. Спасибо. Вот и первый вопрос у меня по тому, что мы сейчас услышали. Отец Владимир, Руслан. Вот мы услышали такую интересную вещь. Мы будем судимы по этой книге. Этой книгой будем судимы. Но вот для людей внешних это совершенно непонятно. Если можно, объясните, пожалуйста. Что значит быть судимым перед лицом Евангелия? Ну, вот правильно, судимы не самой книгой. Судимы, конечно, своей собственной совестью Богом. Но Евангелие, скажем так, это тот источник, источник, если хотите, знаний о Боге, источник знаний о том, каков Бог, зачем Он пришел на землю. И, естественно, человек, отвергающий осознанно или, может быть, несознательно эти евангельские заповеди, которые вообще, в принципе, жизненные, он, тем или иначе, все равно устилает себе дорогу, уже совершая сознательные поступки, которые соответствуют или не соответствуют евангельским образу жизни. Естественно, таким образом он себе выстилает дорогу или в одну сторону, или в другую. Руслан, пожалуйста. Знаете, грех имеет такое уникальное свойство. Он раскалывает человека. Причиной любого греха является невосприятием человека самого же себя. И это невосприятие подвигает нас и к гордыне, и к зависти, и к тщеславию. И вот дело в том, что, когда человек отходит из этого мира, он встречается с извечной и с всепоглощающей любовью. И он видит себя настоящего. И вот Евангелие говорит о том, что человек должен прожить свою жизнь таким образом, чтобы смог эту любовь божественную на суде принять. И к этому нас Евангелие и подвигает, что оно дает вот те такие жизненные установки, исполняя которые, человек может примириться с самим собой, и тогда может примириться с Богом. То есть, если я вас правильно понял, речь идет о том, что человек в вечности, встречаясь с Богом, будет судим, жил ли он по Евангелию или не жил по Евангелию. Можно так сказать? Нет ли это ошибки? Ошибки здесь нет? Ну, в принципе, да, я думаю, можно. То есть, знаете, есть у... Да, Руслан сказал по поводу человека настоящего, который мы стоим. Если я не ошибаюсь, у Кацепаи Святогорца даже есть такое мнение, что есть человек, которого знает Бог, настоящий вот этот человек, есть человек, который я сам себя мню, а есть человек, которого я выставляю на показ другим людям, понимаете? И вот эти все два человека, которым я себя мню и которого я выставляю, эти два человека будут совлечены, и останется тот человек, который знает Бог. А сейчас хотелось бы, чтобы мы перешли к некоторым формулировкам, или, ну да, определениям. Я обращаюсь к нашей студии. Друзья мои, вот с вашей точки зрения, что такое Евангелие? Пожалуйста, что такое Евангелие? Для меня Евангелие – это прежде всего разговор с Богом. Это как я общаюсь с Ним через Евангелие. Так, хорошо, есть еще какие-то мнения. Пожалуйста, мы сейчас дадим определение. Евангелие – это от греческого слова означает «благая весть». И в ней рассматриваются такие вещи, как Божья святость и человеческая греховность. И что настало уже на земле Царство Божие, Божие, провозглашенные Иисусом Христом и Его апостолами. Спасибо огромное вам, спасибо. А теперь я попрошу наших гостей продолжить разговор. Итак, что означает слово Евангелие? Что такое Евангелие? Ну, уже озвучено было, да? То есть греческого «евы» – это значит «благо», «добро», а «гелия» означает «весть» или «известие». То есть некая благая весть. Получается такой некий парадокс, да? Евангелие переведено уже на массу за полторы сотни языков, само Евангелие, текст. А именно название Евангелия, оно фактически означается неизменяемым всегда, понимаете? Хотя за ним, на самом деле, скрывается вот это вот словосочетание «благая весть». Благая весть. И оно должно в какой-то смире зацепить человека, понимаете? А получается, когда вот просто Евангелие, Евангелие, как бы ничего человек не понимает. Итак, это некая благая весть, мы сейчас об этом будем говорить, которая изложена в книге. А если точнее быть, то даже в четырех книгах, да? Мы сейчас об этом скажем. Ну, хорошо. Вы хотели что-то сказать, пожалуйста, нет? А вот, пожалуйста. Я скорее бы хотел сказать о том, что это за весть, о чем она. Вот это наш следующий вопрос. Хорошо. Тогда я сформулирую свой вопрос. Он для всех. Послушайте его. С Руслана начнем. Если бы вам пришлось в нескольких словах, вот не только нашим зрителям, а вот людям, которым, ну ничего не знают, в нескольких фразах объяснить, в чем состоит весть, которая изложена в Евангелии. Пожалуйста, как бы вы это сказали? Дело в том, что, если мы говорим о Евангелии, это все-таки главная книга христианства. Христианство является религией, да? У любой религии есть самый страшный враг. Это смерть. Ибо нельзя человеку сказать, что ты должен делать что-то, ты должен как-то поступать, ибо в результате он любой твой аргумент отметет одним вопросом. Зачем, если рано или поздно я превращусь в прах? Так вот, Евангелие и то, что говорили апостолы, приходя в любой город, они всегда возвещали одну вещь. Смерти нет. Смерти нет. Тот, кто сотворил мир, тот, кто сотворил нас с вами, он воплотился и победил смерть. И в нем, и для тех, кто в него верует, и для тех, кто становится с ним одним целым, нет смерти. Это главное. И вот почему это касаемо каждого из нас, потому что человек не может не умереть. А вот оказывается, что есть что-то вот такое в жизни, что может Бог дать человеку. И человек, принимая это, может преодолеть рубеж смерти. Спасибо большое. Продолжаем говорить. Итак, мы формулируем, в чем эта весть. Руслан сказал очень важную вещь. Смерти больше нет. Батюшка, еще эта весть, наверняка, что-то еще в ней есть. Есть же классическое определение, от чего нас избавляет Христос. Такое, скажем, академическое определение, это три вещи. Как раз смерть, проклятие и грех. То есть Христос избавляет человека от греха, проклятия и смерти. Вот здесь вообще, если обобщить как-то, знаете, есть замечательные слова, к примеру, святителя Афанасия Великого, что Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Или его же перефразированные в Ирине Леонского. Бог вочеловечился, чтобы человек обожился. То есть не только преодоление. Да, преодоление смерти – это самое главное. Но за этим преодолением стоит еще жизнь в любви божественной, о которой говорил в начале, Руслан. Да, я понял. Я бы очень сейчас хочу, чтобы мы еще этот момент углубили. Я обращаюсь к нашей студии. А что бы вы еще от себя добавили? В чем еще состоит эта благая весть? Пожалуйста, кто бы хотел сказать? Я хочу сказать, что нам даны заповеди обновленные, на Нагорной проповеди. Как должен человек себя в этом мире вести? Что хорошо и что плохо. Потому что, ну как без этого? И потом… Ну, может, еще кто-то. Пожалуйста, да. Для меня основной посыл Евангелия – это любовь. Вот всепобеждающая любовь Святой Троицы. Вот не за что-то, а вопреки. Что Бог нас любит вопреки всему. Вопреки тому, какие мы есть. Спасибо большое, да. Спасибо. Я, если позволите, отец Владимир, Руслан, я все-таки хотел бы еще для наших зрителей чуть-чуть богословски, чуть-чуть углубим. Нас иногда, может быть, кто-то упрекает, что мы другим важные темы, но Евангелие – важная тема. Итак, это весть о том, что смерти нет. Да, я понимаю. Но еще эта весть вот о спасении во Христе. Вот если можно вот здесь остановиться, что означает спастись во Христе? Почему, вот очень важный момент, и все вам, почему до того, как Христос пришел на землю, это было невозможно? А, как мне кажется, Евангелие именно и сообщает, что вот теперь-то спасение возможно. Вот если можно, об этом поговорим. Ну, смотрите, я, в принципе, хочу сказать, что вот я обозначил, да, вот грех, проклятие и смерть. Ну, если грех, мы, минус, все знаем, да, что такое смерть, а тем более. Вот, а что значит проклятие? И вот как раз проклятие, да, это отчужденность человека, творение, да, от своего Творца. Если хотите, не жизнь некой такой вот изоляции от того источника любви, которым является Бог. И, безусловно, между человеком, как творением, и Богом, как Творцом, огромная-огромная пропасть лежит. И еще даже вот в ветхозаветной книге Иова, да, которая вообще датируется там плюс-минус там двухтысячелетним возрастом до Рождества Христова, даже Иов, да, праведный этот Иов, страдалец, приходит к выводу, что говорит, что искупитель мой жив и верит в искупитель. И он об этом не говорит напрямую, но его речь, Каин в конце книги, подразумевает, что должен быть какой-то посредник между Богом и человеком в силу вот этой вот развернувшей пропасти, которая отделяет человека от Бога. И во многом, конечно, Христос, который воплотил в себе в одном лице, да, две природы, стал и Богом, и человеком одновременно, он как раз является вот этим вот мостиком над той огромной пропастью, которая лежит между Богом и человеком. И от этого, естественно, человека спасает. А вот, если можно, Руслан, об этом расстоянии между Богом и человеком, с чем оно возникло? Почему пришлось Спасителю приходить на землю? Это очень важный момент, дорогие наши зрители. Мы говорим сейчас о очень важных, глубочайших вещах нашей веры. Пожалуйста. У святого Ефрема Сирина есть поразительная мысль. Касается она того, что же люди съели в раю, и почему это имело такие последствия. Ефрем Сирин считал, что это было причастие, но люди к нему отнеслись с точки зрения потребления. То есть Ева увидела, что плод хороший, пригоден к употреблению. Она увидела пищу, а не святость. И вот таким отношением к Богу, что это что-то, что должно служить какому-то твоему интересу, какому-то твоему удовлетворению, какой-то твоей страсти. Человек выстроил сам между собой эту пропасть, эту стену между Богом и собой самим. И поэтому с этих слов Ефрема Сирина выплывает очень интересная вещь, что то, от чего человек в раю отказался, Христос, то есть Бог, не отказался от человека, но пришел дать человеку то, что он отверг в раю. То есть таким образом, причастившись в раю, человек должен был еще там обожиться. Но человек этого не захотел, отбросил. И вот Христос пришел для того, чтобы дать человеку то, от чего человек в раю отказался. Знаете, есть поразительные такие слова у Корнея Чуковского. У него есть там одно такое произведение, где внучек спрашивает бабушку. Бабушка, вот почему я пью чай, молочко и сок, а выливается из меня только чай? То есть то, что мы едим, мы притворяем в себя. А Христос пришел нам дать то, что нас притворяет в себя. То есть, понимаете, есть такая формула радикального материализма, которая говорит, человек есть то, что он ест. И вот почему спасение без Христа для человека было невозможно. Ибо он сам есть, как сказал отец Владимир, источником жизни. И без того, чтобы причаститься к этой жизни, человек спастись сам не может. Мы не можем пройти самостоятельный рубеж смерти. Бог может. И поэтому, становясь, причащаясь Богу, мы можем вместе с ним пройти этот рубеж. – Дорогие наши зрители, я сейчас попробую несколько конспективно повторить, не повторить, вернее, а подчеркнуть кое-что. Итак, вы узнали, что человек был с Богом, потерял Бога, да, в результате мы говорили о грехопадении, потерял. И Христос пришел, чтобы эту связь с Богом восстановить. Я ничего не перепутал. – Совершенно верно. – Христос именно восстанавливает связь с Богом. Каким образом, мы сейчас поговорим чуть дальше. И большой передвих я хочу обратиться к нашей студии и задать такой вопрос. Некоторые считают, что Евангелие – это такая увлекательная или не увлекательная, но книга, где излагается биография Иисуса Христа, вот из Назарета, родившегося в Вифлееме. Вот мой вопрос. Евангелие – это биография Иисуса Христа? Или нет? – Пожалуйста. – На мою думку, что это жизнь Христа. Это больше написано про то, что Он творил, какие уроки Он надавал людям, которые Его оточивали, чтобы они, надихнувшись этим прикладом, могли спасаться. – Спасибо. – Спасибо. – Пожалуйста. – Хотела бы добавить, что во время службы, когда мы слушаем Евангелие, мы должны преклонить голову. То есть это не просто какая-то увлекательная история. Это тот формат, как мы показываем свое отношение к этой книге. И в этой книге открывается тайное бытие праведной жизни, так как мы должны жить, и наши заповеди, наши принципы жизни, которые должны быть нашей ценности. – Спасибо. – Спасибо. Следовательно, если я правильно понял, что мы скажем нашим зрителям, Евангелие – это не биография, это не биографийский книг? – Конечно, нет. Биография предполагает жизнеописание, а в Евангелии как минимум только три года Христа, когда Его жизни описаны. Поэтому биографию ни в коем случае это нельзя назвать. – Что же, вот теперь тогда мы подходим к следующему блоку вопросов, которые очень интересны. Мы сказали, что Господь пришел спасти. Каким образом Господь спасает? На страницах Евангелия мы видим, мы видим, как Господь спасает. Давайте мы озвучим, как это спасение происходит. Какие важные вехи нашего спасения проходят на страницах Евангелия? – Знаете, наверное, так в двух предложениях не скажешь. – Да, да. – Но вот мы читаем первое, первый рубеж, который преодолевает Господь. Человек соединяет в своем лице человека и Бога, человеческую и божественную природу. И это, наверное, вошло в итоге в виде таких двух терминов. Символ веры, который мы поем на каждом богослужении. Он воплотился и вочеловечился. То есть это некий первый рубеж, который преодолевает Господь в этом разломе. – Огромное спасибо, друзья мои, подчеркиваю. Итак, первое, что сделал для нас Бог – Он сошел на землю и стал человеком. Это очень важно. Дальше, дальше. Он сошел на землю и стал человеком. Взял в себя человеческую природу. Родился от Богородицы. Дальше. – Дальше, естественно. Вся жизнь Христа, вообще нужно понимать, что мы должны не… Процесс спасения – это не какой-то одномоментный какой-то акт, понимаете? Вот там гвоздь вбили в руку, или смерть Христа, или воскресение. Вся жизнь Христа нужно рассматривать как процесс, один процесс спасения человечества. Почему для нас важны все праздники? Каждый праздник, вот, конечно, всего не объяснишь, да. Но каждый праздник, который мы празднуем, большой, да, вели двунадесятый праздник в православной церкви, он так или иначе имеет отношение к делу нашего спасения. Поэтому проповедь Христа, Его жизнь, Его чудеса, Его смерть, Его сошествие в ад, Его воскресение, Его вознесение, вот эти все, вся жизнь, она является как раз процессом спасения. Спасибо большое. И все эти этапы есть в Евангелии, как я понимаю, так? Мы на страницах Евангелия видим все это. И Рождество описывается, и создание церкви описывается. Вот если можно, батюшка сейчас вот все перечислил, еще, только если можно, руслан, еще он создал, как сейчас пишут, он создал новое человечество. Вот если можно об этом, два слова буквально. Что имеется в виду? Он започатковал, как говорят по-украински, започатковал новое человечество. Действительно, вот мы в прошлом, прошлый вопрос касался того, почему Евангелие не из биографии. И действительно, евангелисты не ставят в себя задачи описать все события, которые происходили в жизни Христа. Почему? Для них главное есть сказать о том, что Христос сделал. И вот, когда мы говорим, как мы спасаемся, и что Христос сделал для нашего спасения, мы можем вспомнить такие евангельские строки, где Христос говорит о том, что ваши отцы Елеманну в пустыне умерли, а кто будет есть мое тело и пить мою кровь, не умрет, но будет жить вечно. Собственно, Христос пришел на землю, чтобы, как он сказал, не разрушить закон, но дополнить. А дополнить как? Человек спасается не деланием чего-то, но тем, что живет по законам любви. И что Христос главное сделал для человека? Он первый проявил к человеку огроменную любовь, дав самого себя в таинстве своей смерти, в таинстве своего воскрешения и в чаше, то есть в причастии. Давая нам самого себя, таким образом мы и спасаемся. А сейчас, все ли понятно? Вот сейчас хотел перейти к вопросу об авторах Евангелия, но вот давайте еще раз немножко, вот чуть-чуть задержимся. Итак, основная миссия Господа – спасение человечества. Для этого Он родился, стал человеком, умер за нас на кресте, создал церковь. Так или нет? Вот, батюшка, о создании церкви, если можно, два слова буквально. Ведь в Евангелии тоже есть? Как создается церковь? Ну, смотрите, ну, как бы не в Евангелии, да, в Деяниях. Ну, да, вы имеете в виду до 50-х. В Новом Завете, да? Да, да, да. Ну, конечно, то есть есть искупительные плоды, искупительного подвига Христа, да, а церковь – это уже, скажем так, средство усвоения вот этих вот самых искупительных плодов Христа. То есть без церкви, без действия вот этого Святого Духа, особого действия, каким он проявляется вот в церкви, в таинствах священно-действиях церковных, без этого и без членства церкви, в общем-то, спасение, естественно, невозможно. И усвоение плодов подвига Христа невозможно. Может, можно, я не точно сформулировал свой вопрос, просто я, когда говорил о создании Нового Честа, ведь первая община апостолов – это же уже была, это был прообраз церкви, Господь их причащает, да? То есть это прообраз церкви, или я что-то сейчас говорю, как кенонически неточное? Ну, если мы сейчас просто, да, если мы сейчас, если мы не говорим про Тайную Вечерину, да, если говорить, естественно, вот, есть, конечно, да, такое мнение, к примеру, у святителя Амфилохии Канийского, да, о том, что все-таки уже пролитие крови Христовой началось именно на Тайной Вечере, а не на Кресте, да, то есть, поэтому, как бы, если мы сейчас будем углубляться в вопрос, так и бы Тайной Вечерину, ее значение, то, конечно, ну, во многом, конечно, то есть, это уже, в какой-то мере, прообраз, да, будущее Евхаристии, ну, даже не Евхаристия, это уже была Евхаристия, да, соответственно, это уже… Да, пожалуйста. Касательно Пятидесятницы, о которой говорил Отец Владимир, это действительно очень важный момент, ибо Христос говорит, что «отойду от вас, но сошлю вам Духа, который наставит вас на всякую истину». И когда мы говорим о том, что христианство – это новое человечество, то это означает то, что христиане – это те, кто почитают Бога не просто делами, не просто принося какие-то жертвы, исполняя какие-то предписания, там, например, о каких-то молитвах в определенное время дня, это те, кто поклоняются Богу в Духе истины. Сейчас вот, у нас три страницы, третья, первая страница наша подходит к завершению, у меня один вопрос еще есть к студии, приготовьтесь. Но вот я хочу, тут предварительные некоторые итоги, нет, еще рано, еще рано. Давайте скажем, кто автор Евангелия, давайте скажем нашим зрителям, кто автор Евангелия. Ну, традиционно, мы принимаем, да, четыре евангелиста, любой человек, который откроет Библию, в принципе, может их имена прочитать, да, Матфея, Марка, Лука и Иоанн. Вот, безусловно, существуют, как бы, имена, как бы, других, к которым написываются какие-то другие евангелия, там, Евангелие Фомы, там, Евангелие Никодима, Евангелие Иуды, ну, и так или иначе, но они, естественно, не имеют того, скажем так, канонического, да, значения, которое имеют вот эти четыре основных евангелия, с ними, к ним есть ряд вопросов, к этим другим Евангелиям, поэтому, естественно, мы признаем те, авторство тех четырех апостолов, которые, вот, однозначно, мы можем сказать, что никаких изъянов не имеют. Да, это Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Последний мой вопрос в нашем первом блоке нашем, я хочу обратить к нашей студии. Друзья мои, наверное, вы сталкивались с такой точки зрения, ну, людей несколько лукавящих, они говорят, а вот у вас четыре евангелиста писали, и есть несовпадения, вот, они, вроде-то, пишут об одном и том же, а разные. Как бы вы ответили, почему Евангелие не одинаковое, и должны ли они вообще быть одинаковыми? Пожалуйста, вот, должны ли они вообще быть одинаковыми? Ну, я совсем расформировал. Кто бы хотел сказать, если нет, скажут наши гости. Вот, есть такой, не то чтобы упрек, есть такой лукавый такой подход, а вот там не совпадает. А почему не совпадает, если они все были свидетели, или почти все были свидетели, почему не совпадает? Евангелие, это не божественный диктант, понимаете? Наверное, если были бы как раз все совпали идеально одинаково, то мы бы, были бы сомнения, что это некий сговор, подлог, понимаете? Вот, а здесь наоборот, есть места, которые расходятся. То есть, это, естественно, люди писали по действиям Святого Духа, но это не диктант со стороны Святого Духа, который должен был быть зафиксирован. И вот наоборот, вот эти вот разночтения, они наоборот свидетельствуют в пользу достоверности и евангельских сведений, чем наоборот в сторону их опровергения. Совершенно верно. Представьте себе, дорогие друзья, четыре человека разного возраста, подчеркиваю, разного возраста, стали свидетелями нескольких циклов важнейших событий, и потом они это описали. Даже если это были житейские события, да все равно бы, хоть они все были свидетели, все равно было бы не так, у каждого было по-своему, потому что каждый особенный у Бога. Ну что, друзья, спасибо. Мы сейчас, давайте только несколько слов скажем в заключении. Вот о чем. Евангелие – это благая весть. И благая она потому, что человечество узнает о том, что оно может вернуться к Богу, оно может спастись во Христе, потому и благая, что ничего лучше нет, чем спасение вечной жизни с Богом. Да, и вот сейчас я бы хотел, чтобы мы снова посмотрели на экран и послушали исповедальные слова моего, тоже очень любимого, я и подбирал, это, собственно, когда сценарий готовил, подбирал любимых своих святых. Иоанна Кронштадтского. Иоанн Кронштадтский умер в 1908 году, и он очень близко, совсем близко, он в 20 веке уже немного пожил. Он близко к нам, он отлично понимал современного человека. Вот, послушайте, он тоже говорит о Евангелии. «Знаешь ли, что прежде всего положило начало моему обращению к Богу, и еще в детстве согрело мое сердце любовью к Нему? Это святое Евангелие. У родителя моего было Евангелие на славянско-русском языке. Любил я читать эту чудную книгу, когда приезжал домой на вакационное время. И слог ее, и простота речи были допустимы моему детскому разумению. Читал и услаждался ею, и находил в этом чтении высокое и незаменимое утешение. Это Евангелие было со мной и в духовном училище. Могу сказать, что Евангелие было спутником моего детства, моим наставником, руководителем и утешителем, с которым я сроднился с детских лет». Вот такие замечательные слова. Хочу обратиться к нашей студии сначала. Если в первом разделе нашей программы мы говорили о том, что Господь принес на землю, о чем возвестил, то во второй части, второй странице нашей программы мне бы хотелось поговорить о том, в каких местах Евангелие, где Господь Сам говорит, что нужно делать человеку, каким человеку нужно быть, чтобы войти в это царство, которое Он возвестил. И вот мой первый вопрос к студии такой. С вашей точки зрения, что вам сразу вспоминается, в каких местах Евангелие Христос лично говорит людям того времени и нам, живущимся в 21 веке, что нужно делать, чтобы войти в то царство, которое открылось после Его воплощения и крестной смерти, и воскресения. Какие эпизоды в первую очередь вспоминаются? Пожалуйста, кто бы мог сказать? Я бы просто хотела рассказать о истории жизни. Моя соседка была неверующая, и она очень сильно заболела, и была прикована к кровати. Она начала читать Евангелие каждый день по одной главе. И через буквально небольшой период времени она встала, начала ходить, в принципе, она стала ходить в церковь, стала верующей, глубоко верующей, и как бы поборола свой недуг просто благодаря Евангелии. Это просто, честно говоря, история жизни. Спасибо большое, да. Спасибо. Но мой вопрос все-таки, вот то, что сейчас было сказано, мы обязательно еще вернемся к тому, как действия Евангелия, именно как текста. Это очень интересно, вы подняли вопрос, я его не планировал, сейчас мы его рассмотрим. Пожалуйста, и все-таки какие места Евангелия вспоминаются сразу, где Господь прямо говорит, будешь вот таким, пойдешь в мое царство? Мне вспоминается, конечно, когда Господь посылал апостолов, это во всех Евангелиях есть, говорил, идите и проповедуйте, что приблизилось Царствие Небесное. Это значит, покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное. Я так думаю, что наверняка до пришествия Спасителя, ну как человек мог справиться с грехом? Без покаяния, без церкви, вне церкви. То есть возможность и понимание того, что нужно каяться, что нужно исправляться, что это именно тот путь, который действительно улучшаться, который может и привести, и должен привести к вечности. Спасибо, спасибо. Вот у вас такой вспоминается момент. А, пожалуйста, еще у вас, пожалуйста. Маленькая ремарочка, добавка к предыдущим словам, что до Христа, до искупительной жертвы Христа, даже все праведники были в аду. Вот ветхозаветные праведники. Для меня, например, мне сразу первое, что приходит на сердце, это не суди, да не судим будешь. Потому что один великий святой, к сожалению, я не помню, кто, сказал, что если человек никого не осуждает, то есть дошел до этого состояния ума и сердца, что только исполняя эту заповедь, возможно войти в Царство Небесное. Спасибо большое, да. А вот не суди... Да, пожалуйста, пожалуйста. Для нас чтение Евангелия в семье очень символично сейчас, потому что у нас есть первоклашка, и сразу вспоминается первая глава от Матфея, там, где перечисляются рода, поколения. И вот уже наш младший сын, он учит буквы, учится читать с этой первой главы. Он уже как бы себе прокладывает путь таким чтением, и вот мне кажется, нужно с этого начинать тоже. Спасибо. А теперь, отец Владимир, Руслан, теперь вот к вам. Давайте вспомним вместе, вот, вы будете вспоминать, я буду с удовольствием слушать, в каких местах Господь прямо говорит, каким должен быть человек, чтобы войти в его Царство. Да, в Евангелии все пронизано тебе словами. Это масса притч, понимаете, это масса как бы заповедей. Ну, конечно, там, первую читаю, двудина заповеди любви, которая, да, вот, богатому юноше говорит. То есть, это же масса притч, там, допустим, 10 дев, там, горчичное зерно, там, все эти... Двенадцать притч мы знаем. Да, то есть, ну, как бы, поэтому оно, как бы, все... А вот еще есть Нагорная проповедь, Катя, вот, Руслан, да, если можно... Мне, собственно, сняли с языка, мне как раз и хотелось сказать, что я первым образом вспоминаю Нагорную проповедь о том, что блаженны милосты, ибо они помилованы будут. Да, да, вот давайте на Нагорной проповеди остановимся, да. Блаженны миротворцы, ибо они сынами Божьими назовутся. То есть, есть еще очень много мест... Блаженны плащущие, плащущие о своих грехах, да, вот. Они утешатся, утешатся в Царство Небесное. Блаженны алчущие. Да, и жаждущие правды. Они насытятся. Насытятся, да. Блаженны миротворцы. Смотрите, вот, почему они блаженны? Они блаженны, потому что именно они-то и будут, если я правильно понимаю, они-то и будут наследниками Царства. И чаяние их не будет ложным, то есть, они получат, вот, действительно, того, чего они ожидают, то есть, того, к чему человек и должен стремиться. Это и те места, тоже в Евангелии, где Христос говорит о том, что научитесь у меня, ибо я кроток и смирен сердцем, то есть, человек должен быть смиренным. Это и те места в Евангелии, где Христос говорит, что не будете просты, как дети не войдете в Царствие Небесное. Веруйте в меня и веруйте в того, кто послал меня. У меня эти слова апостола Павлович в прекрасном плане, да, что и ухо человечка я не слышала, и глаз человечки не видел, и на ум человеку не приходило, что Господь уготовил любящими его. Поэтому, естественно, конечно, если мы говорим о каких-то правилах, если так можно выразиться, да, и соблюдение которых приведет к жизни вечной, хотя, наверное, неправильная формулировка, да, но, тем не менее, вот, естественно, это, конечно, в первую очередь все пронизано любовью. Да, 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 вот заповедь новую даю вам, да, любите друг друга, и это тоже. Я еще процитирую, блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословят за меня, за веру Христову будут гнать, вот эти войдут в Царство Небесное, да. Я бы хотел, чтобы мы еще остановились на заповедях, на горной проповеди остановились. Вот еще, блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Вот если можно прокомментировать, вот для наших зрителей. Что такое быть чистым сердцем? Ну, естественно, каждый человек пронизан ядом вот этой вот греха. Естественно, этот грех постоянно затуманивает человека, да, ему взор вот не только как бы на Бога, а вообще на свою жизнь, то, что эта жизнь придет к концу. Паскаль вообще говорит, я даже не знаю, как подобрать слов, говорит, к людям, которые, говорит, понимают, что жизнь их закончится смертью, они к этому не готовятся. Он говорит, он там совсем как бы таких нелицеприятных, вот, говорит, чудовищами даже их называют, этих людей, понимаете? То есть, хотя он говорит, что я понимаю, что это я из-за своей греховности говорю. Вот, поэтому, как бы, вот грех он затуманит, кажется, что живу здесь и сейчас, понимаете? И что, как бы, каждый живет, так как будто бы эта жизнь и закончится. Знаете, как у Марины Цветаева, да? Не штык, так клык, не сугроб, так шквал, бессмертие, что часто пояс. Пришла и знала одно, вокзал, раскладываться не стоит, понимаете? Поэтому, вот, естественно, вот эта вот болезнь, которая пропитана все человеческое естество, она закрывает вообще человеку и взгляд, и видение Бога, и вообще, если так можно выразить, да, образно говоря, и вообще видение своей жизни вот там за порогом гробовой доски. И, естественно, вот чистый сердцем этот человек, который в результате своего труда, и со своей стороны, и действия со стороны Бога, так называемая, соработничество, или по гречу, когда мы говорим, энергия, становится способным не просто смотреть, но видеть Бога, да, и тем самым, естественно, это свое видение Бога, если можно так выразиться, распространяет уже туда, в вечность. Пожалуйста, Ислам, вы хотели. Да, хотел задать вот такой интересный вопрос. Когда мы говорим о том, что сердце должно быть чисто, а что в человеке сердце? Ведь мы же понимаем под этим не орган, который качает кровь. В аскетике под сердцем, под умом и под духом понимается то в человеке, что отвечает за способность любить. Сердце – это такое какое-то пространство в человеческой личности, где обитают наши мысли, наши желания, наши какие-то побуждения. Что вот важно для того, да, у нас каждого дома стоит телевизор либо радио, что важно для того, чтобы мы что-то смогли увидеть или услышать? Это чтобы в эфире не было помех. Вот вопрос, как же человек может увидеть Бога? А это означает, что в пространстве его мыслей, в пространстве его побуждений и желаний не должно быть каких-то, скажем так, греховных мыслей. То есть вот это пространство должно быть чисто для того, чтобы то, что нам Бог может сказать, до нас дошло, и таким образом мы его и увидели. Чтобы в этом сердце не было каких-то злых мыслей, побуждений и желаний. Ну вот еще одну заповедь блаженства хотелось бы вспомнить, потому что она вызывает массу кривотолков. Я встречаю постоянно в литературе неправильное понимание. Блаженны нищие духом. Блаженны нищие духом. Господь с нее начинает. Блаженны нищие духом. Я встречаю, что нищие духом – это убогие, что это умственно неразвитые, что это люди… А это величайшая похвала от Бога, как я понимаю. Вот если можно прокомментируйте, пожалуйста, к чему призывает Господь в Нагорной проповеди быть нищим духом? Что это означает? Знаете, ну это же нища духовная. Естественно, это не какая-то лишенность, какое-то оскудение, если хотите. То есть, естественно, это некое, как мы говорим, вот в отношении Христа есть такой термин, кинозис, да, то есть истощание, да, некое такое, ну, знаете, как бы уничижение. Помните, как вот в 50-м псалме, да, вот царь Давид, да, сердце смиренно сокрушено, Бог не уничижит. То есть, когда я сам себя сокрушаю, вот то сердце, о котором говорил Руслан, не мышцу, да, а вот как этот духовный центр своей духовной жизни, и, естественно, Богу уже не нужно будет меня уничижать. Вот это вот нищета духовная, понимаете, это не лишенность, это, наоборот, если хотите, высвобождение в своем сердце пространства для Бога. Вот так вот, наверное. Путем удаления греха, скажем. А я еще встречал такое, что нищие духом, это смиренные, не гордые, да, вот такие вот, какие вот, не нахрапистые. Вот полностью противоречит тому, что сегодняшний мир говорит о том, что будь лидером, будь там таким вот, а тот человек говорит, ну, нищие духом, то есть такой вот он смиренный, вот на Бога уповающий еще вот такое, да. Вот. Хорошо. Вы знаете, вот я очень все время хочется еще цитировать. Вот. Вот еще Господь говорит, кто войдет к нему. Уже не на горной праве. Как будете веровать и креститься? Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Или, например, заповедь даю новую. Да любите друг друга. Представляете, в обществе, которое, в общем-то, не знало, что такое любить друг друга. Вот. Ну вот, еще здесь вспоминали в студии, не судите, да не судимы будете. Руслан, если вот можно, прокомментируйте, пожалуйста. Мне кажется, что это очень трудная заповедь для современного человека. Смотрите, когда мы говорим о том, что... Мы только что говорили о том, что заповедь нищеты духовной касаемо смирения. Что такое смирение? Однажды чудный такой святой в нашей православной церкви, Амбросий Оптинский, сказал такие слова. «Знай себя, и будет с тебя». Вот это одно из самых сложных, хотя кажется таким простым, задач, да, узнать настоящего себя. «Где я настоящий». Человек очень часто путает себя с тем, что ему хочется в жизни, со своими какими-то планами на жизнь, ожиданиями и так далее. И вот если у человека нету понимания ценности самого себя, как образа Божия, тогда он начинает завидовать. Его начинает раздражать то, что у кого-то получается то, что не получается у него. И вот этот раскол в человеке, когда человек недорог сам для себя, он и порождает то, что мы осуждаем других людей. Поэтому вот умение принять себя и ведет к тому, что мы перестанем осуждать других. Ибо мы просто увидим, что другие люди такие, тоже люди с такими же проблемами, как и у нас. И не надо себя вот слишком за это все укорять, что у нас может иногда что-то не получится, что мы не достигаем, чего нам хочется. Мы ценны, потому что нас любит Господь. Мы не имеем права других людей судить. Мы не имеем давать какие-то определения. И вообще ему, этому Господь ему даст определения какие-то. Господь не зря предупреждает, если помните, тоже в Евангелии говорит, что кто-то скажет человеку безумный и уже достоин гиены. И кроме того, не следует забывать, что мы видим, когда нам приходит мысль осуждения, что мы видим не всего человека, а только его какой-то поступок. Человек, помните, как у братьев Карамазовых сказал Дмитрий. Широк человек, я бы сузил. И вот человек действительно очень широк. Он не сводится ни к своему какому-то даже дурному слову, к своему какому-то поступку. Он намного больше. И поэтому часто бывает, мы видим только сам поступок человека, но мы не видим его покаяния. Мы не видим, с каким состоянием он с утра проснулся. Мы не видим, что этого человека мучает. И поэтому тоже не имеем права осуждать. Я иногда цитирую письма из интернета, собираю их. Я хочу сейчас сначала обратиться к студии, а потом к вам, батюшка, и к вам, Руслан. Вот очень характерное письмо нашел, и я сейчас его засчитаю. Я читаю сейчас Евангелие. Читаю и не понимаю. Что тут особенного? Ну, древний текст, символичный, наверное. Но то, что мне о нем рассказывали, мне совершенно не открывается. Что со мной не так? Или меня обманывали? А вопрос мой такой. Почему человек часто открывает Евангелие, и ему не открывается то, что ему говорят, вот там ты увидишь, услышишь прилагую весть, и узнаешь о спасении. А он ничего этого не воспринимает и не слышит. С вашей точки зрения, почему? Мне кажется, что говорится, вот у Бога было слово, и слово было Бог. Через Евангелие освящаются. И это, мне кажется, это как дополнение к причастию. Поэтому люди, которые не причащаются, не живут церковной жизнью, им очень трудно понимать слова в Евангелии. Но с другой стороны, если не читать Евангелие, и мне кажется, Евангелие — это тоже путь к Богу. Поэтому можно, читая Евангелие, прийти постепенно и к причастию. Это как взаимообусловлено. Я понял вашу мысль. Кто-то еще хочет, пожалуйста? Да, я бы хотела сказать, что просто в нашем обществе потребительское отношение. Поэтому человек просто берет книгу, как обычную книгу, как азбуку, как букварь. А тут нужен подход, тут благоговейное отношение к тому, что ты берешь священное действие и через сердце просто пропускать это, а не просто через буквы. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Пожалуйста. Позвольте, я проведу параллель с церковно-славянским языком. Когда я совершенно не практиковала молитву, там ничего основательного не знала о Господе, вот я взялась за церковно-славянский язык, я совершенно ничего не понимала и я не могла его изучить. А потом, как только я начала практиковать молитву, я начала понимать этот язык. Это очень важно. Это очень важно. Я сейчас этот же вопрос обращу к вам, батюшка, и к вам, Руслан. Итак, многое было сказано. Почему человеку в тот или иной момент не открывается Евангелие, хотя он его читает? Ну, конечно. Если подходить к Евангелию, как просто к текстовому памятнику, к периоду поздней античности, то есть так отстраненно изучать его, естественно, ничего не ёкнет, скажем, там в сердце. То есть Евангелие нужно не просто читать, им нужно жить. И вот когда человек, естественно, живет, то тогда становятся его, в общем-то, и евангельские слова понятны. Знаете, иногда просто, ну, есть такая, наверное, какой-то, если хотите, психологический барьер. О нем пишет, допустим, датский философ Сьюерн Киркегар. У него есть такая маленькая аналогия. Вот он говорит, представьте себе подденчика, то есть человек бедного, который получает подденную оплату, да. И вот, допустим, вот, и некий император. И говорит, если бы этот император, говорит, просто взглянул на него, или как-то поприветствовал бы, этот бы нищий радовался и всем своим поколениям последующим передавал о том, как император на него посмотрел. Говорит, ну, представьте, что император предлагает ему стать своим зятем. Говорит, он воспринимет это как некое безумие. А может, император хочет над ним пошутить, а чтобы весь город надо мной смеялся. Понимаете? И он как бы не решится. И поэтому для того, чтобы не готов это принять, ему проще вот это вот предложение императора выставить в качестве какого-то безумия, какого-то сумасброда, понимаете, отвергнуть, чем принять. И, естественно, Бог через Евангелие зовет к себе, давай, ну, не то, что взять, ну, будь рядом со мной, понимаете, вот самое величественное, могущественное, благое, любящее существо, говорит, давай, будь такой, как я. А человек, нет, там не проще это все безумие. Вам облечь какую-то личину безумия и жить так, как я жил в своей вот маленькой скорлупке, понимаете? Руслан, еще если можно, вот почему, какие причины не открываются? Знаете, я однажды пришел к своему духовнику и рассказал ему о том, что у меня холодная молитва. Ну, вот молюсь, и ничего, вроде начал, и вот уже конец, а я ничего не запомнил. Вот абсолютно как-то о чем-то другом думаю. Он мне задал странный вопрос. А вы не думали, что вы этим обвинили Бога? Я удивился. А он сказал, понимаете, дело в том, что если вы холодно относитесь либо к молитве, либо к Евангелию, то это значит, что вам не открылся сам Христос. Должна открыться не сама буква Евангелия, но должен открыться тот, кто за ним стоит. Чаще всего Евангелие не открывается, потому что мы надеемся на собственные силы, потому что мы не ищем именно любви Христа, не видим за этими строками живой личности, причем божественной личности, которой был Христос. Не ищем его любви. И в таком случае оно, конечно, и будет выглядеть для нас, ну, как некоторым повествованием, как некоторым рассказом о человеке, который жил две тысячи лет назад. Но важно вот понять одно что. Для того, чтобы нам Евангелие открылось, это не в наших силах и не от нас зависит. Это Христос должен выйти навстречу человеку, тогда мы его увидим, и тогда Евангелие нам станет открытым. Он всегда... Но дело в том, что Христос всегда идет навстречу человеку. Но если мы ищем Евангелие ответы на какие-то наши жизненные вопросы, на какие-то наши хотения, таким образом мы именно и выстраиваем вот ту стену с Христом, и поэтому Он нам не открывается. Понимаете, ну, поиск слова Христа, да, то я стою за дверями и стучу, откроете ли мне. Да, то есть, если, скажем, говорить о нечистом духе, Он будет ломиться, Он принесет стенобитное орудие, понимаете, лишь бы проломиться к вам душ. А Христос ждет, чтобы мы сами Ему открыли вот эту вот дверь и позволили Ему войти в свое сердце. Поэтому вот Бог никогда не навязывает, Он никого не будет приковывать наручниками к батарее в храме, понимаете. А Христос ждет действия со стороны человека. Безусловно, действие Бога, оно бесконечно выше, бесконечно, нахитите, мажущественнее, да, действия человека. Но, опять же, без действия со стороны человека, как бы, ни спасения, ни понимания того же Евангелия, оно, в общем-то, невозможно. Спасибо большое, да. Я встречал еще в литературе кто-то из святых, говорит, не помню сейчас кто, говорит, что очень еще важно, какую ты цель ставишь, когда ты приступаешь читать Евангелие. Какую ты ставишь цель? Вот если ты ставишь цель, я хочу измениться ради Бога, я хочу спастись, не получается, но если ты продолжаешь ради этого читать, рано или поздно тебе Господь откроет. И Руслан замечательно сказал о том, что без помощи Божьей это вообще сделать невозможно. Здесь мы это понимаем. Я хочу, я обещал вернуться к вопросу, который поднимали в студии, о действии самого текста. Это такой немножко опасный вопрос, хотя есть такая практика, есть ситуация, когда верующий человек может с молитвой читать главу Евангелия и после этого просить исцеления. Что происходит? То есть сам текст имеет какую-то целительную силу. Вот здесь я очень осторожно спрашиваю. Ну, здесь нельзя так, наверное, сказать. Я не знаю. Просто, понимаете, все зависит, опять же, от самого человека. Это не магия, да? То есть это не заклинание. Это не барабан в буддистском храме, который я могу покрутить, или ленточку с мантры, которая на ветру будет колыхаться. Понимаете? И здесь, опять же, чтение Евангелия, это, если хотите, некий подвиг со стороны человека. Человек, когда болеет, или у него, если есть какие-то проблемы, в качестве некой жертвы, или какой-то частички, которую он себя будет отрывать ради разрешения или помощи Божьей, может быть, конечно, чтение Евангелия. Но это может быть любой другой духовный труд. Это может быть пост, это может быть молитва, это может быть чтение псалтыри. То есть важно вот это вот произволение, упование человека на помощь Божьей и ожидание от него помощи, а не чтение Евангелия, как некой мантры, которая нужно 20 раз, 40 раз прочитать или еще что-то. То есть когда будет такое вот наемническое отношение Божьего, вот я сейчас сделаю, ты мне дай, понимаете, то конечно ничего не будет. Очень важно уметь надеяться на волю Божью относительно самого себя и принять ее независимо от того, какое будет решение стороны Бога, скажем так. Спасибо большое. Друзья мои, подводя черту под второй страницей нашей программы, скажем, что Господь не только сошел на землю ради нашего спасения, но и в Евангелии мы читаем его слова Бога о том, как нужно спасаться, какими нужно стремиться быть, и чтобы войти в Царство Небесное. Евангелие не только весть о том, что Господь воплотился, умер за нас и воскрес, но это и слова, это учение самого Христа, вот это книга жизни. Ну вот, в третьей части мы поговорим о том, как трудно, как трудно бывает нам всем жить по Евангелию. Вообще поговорим о том, как жить по Евангелию. Но сначала я бы хотел, чтобы мы услышали слова величайшего святого, одного из трех величайших святых, Иоанна Златоуст. Как только кто-то касается Евангелия, то тот час благоустрояет ум свой и при одном только взгляде на него отрешается от всего житейского. Если же присоединиться и внимательное чтение, то душа, как бы вступая в таинственное святилище, очищается и делается лучшую, так как с нею беседует Бог через эти писания. Даже если ты и не понимаешь содержащиеся в них, от самого чтения бывает великое освящение. Впрочем, невозможно, чтобы ты одинаково не понимал всего. Благодать Духа для того именно и устроила, что эти книги сложили мытари, рыбари, пастыри овец и коз, люди простые и неученые, чтобы никто из простых людей не мог прибегать к такой отговорке, чтобы всем было удопонятно то, что говорится, чтобы и ремесленник, и слуга, и вдовая женщина, и необразованнейший из всех людей получили пользу и назидание. Ибо не для суетной славы, как внешние мудрецы, но для спасения слушателей сложили все это те, которые вначале удостоились благодати Духа. Святитель Иоанн Златоуст. Спасибо большое. Какие важные слова. И вот сейчас переходим к очень непростому для меня, во всяком случае, вопросу. А как же воплотить в нашей обычной жизни? Я не зря предложил фрагмент из Иоанна Златоуста, именно этот фрагмент. Он говорит, не забывайте, что рыбаки поняли, мытари поняли, простые и неученые люди поняли. Это, как я понимаю, и к нам тоже апелляция. Мы тоже люди, не очень-то богословские ученые. А вопрос мой такой, вопрос мой такой. Начну я со студии. Что делать? Что делать? Человек хочет жить по Евангелию. Он осознал, что действительно это книга жизни, а ничего не получается. Хочу не осуждать, осуждаю. Хочу любить ближнего, ненавижу. Хочу не завидовать, завидую. Вот, собственно, и мой вопрос. Он сначала в студии, а потом к нашим уважаемым гостям, экспертам. Возможно ли исполнить Евангелие вообще в принципе? И что делать, если не получается? Тут практически два вопроса. Ну, вообще, первое, что бы мне хотелось сказать, но это очень глобально я скажу, я, к сожалению, тоже еще так не научилась. Чтобы исполнять Евангелие, нужно всего лишь полюбить Бога и не любить грех. А мы любим грех, а Бог еще в нас не вмещается. С вами трудно не согласиться. Кто-то еще что-то... А что делать? Не унывать. Не унывать. Семь раз падать, семь раз подниматься. Не унывать. Спасибо большое. Это очень важно. Дорогу осилит идущий. Да, спасибо. Руслан, отец Владимир. Вот я еще, знаете, такое письмо приготовил из интернета, ну, хочу ее все-таки прочесть. Вот человек тоже пишет. На мой взгляд, все эти евангельские заповеди красивы и правильны, но совершенно невыполнимы. Человек слаб, эгоистичен. Как говорится, своя рубашка ближе к телу. И все эти поставщику, возлюби ближней, одни лишь фантастические пожелания. Реальная жизнь, другая. Что мы можем возразить и что мы можем посоветовать? Я думаю, что это слова не более, чем какой-то оправдательный мотив автора этих слов. На самом деле есть слова Христа, что невозможно человеку, то возможно Богу. Но с другой стороны, еще Христос говорит, что Царство Небесное нудится, то есть силой берется. Или многими скорбями вам надлежит войти в Царство Небесное. То есть, это не одномоментный какой-то акт, когда я, прочитав Евангелие, вдруг спасся. Понимаете? Это многолетний, многолетний труд. И вот как раз вот в этом труде, наверное, и заключается спасение. Да, может быть, до конца, вот тогда, до гробовой доски, может быть, я не смогу искоренить в себе грех окончательно, но хотя бы вот тот факт, что я с ним не мирился и все свои силы бросил на его преодоление, хотя бы этот факт, ворезволение, Господи, не могу больше, да, там, не хватает сил. Говорит, но только на тебя уповая, на тебя надеюсь. Вот тогда человек, Бог спасает, понимаете? Я понимаю, что мы все умираем все равно с грехом каким-то, понимаете? Бесстрастие на этой земле достигает единицы. Вот, но, поэтому это целый процесс. Подвиг и заключается не в каком-то там, вот, вынес человека из пожара, там, да, а вот в многолетнем, каждодневном, вот этом вот таком труде, и вот в этом подвиге, да, может быть, если я один раз что-то делаю, один раз читаю Евангелие, там, вот, в день какой-то уделил чтению Евангелия, это не будет подвигом. А если я читаю Евангелие, например, на протяжении, там, 10, 20, 30 лет, тогда вот это вот маленькое действие, оно становится подвигом. Да, да. Руслан, вы хотите что-то сказать? А вот еще, вот отец Владимир сейчас коснулся такой вопрос интересный. Если я читаю, ничего не получается, а я не бросаю, а я все равно читаю, и говорю, Господи, помоги мне, вот, откройся мне. Мне кажется, что если сопровождать вот таким расположением сердца, Господь рано или поздно все-таки откроет. Да, ибо сам Христос сказал, что кто, имея сына, когда он попросит хлеба, даст ему каменюку. Я очень люблю. Если вы злые, можете добро делать собственным детям, то сколь благ по отношению к вам Отец ваш Небесный. Действительно, знаете, это очень часто бывает вот такой момент у неофитов, когда прочитал Евангелие либо прочитал Патерик и думаешь, ну вот сейчас как начну подвижничать, сразу же постником стану, береги начну носить. Это самонадеяние. То есть, когда человек полагается только на собственные силы, когда он думает, что стоит себе просто вот помыслить, дать себе слово и все. Но грех поэтому и силен, что он годами в нас возрастает, поэтому годами его и вырывать из себя надо. И это действительно тот путь, который и не за день, и не за два, а особенно без Божьей помощи, если мы не просим Господи дай сил, помоги, если не причащаемся, если не берем участие, не принимаем церковных таинств, тогда действительно этот путь будет непреодолим. Ну, понимаете, вот эти слова, которые были из этого письма прочитаны, это как бы, я сказал, это некое оправдание, но это его личная теория, его личная позиция, понимаете. У нас есть, кроме того, есть свидетельство жизни святых, которые, в общем-то, смогли воплотить идеал, евангельский идеал жизни вот в своей судьбе, понимаете. А эти святые, они не были какими-то сошедшими с неба ангелами, они были такими же, как и мы, людьми, по большому счету, ничем по своей природе, по своим возможностям не отличающиеся. И раз и смогли они, то значит, это доступно и нам. И здесь нужно понимать, что еще правда Божья и человеческая справедливость, это вещи, ну, не то чтобы разные, иногда часто противоположные. Вспомни, например, евангельскую притчу, а вот нанятых виноградаря, да, что одни с утра нанял, второй там, в шестом, в девятом, в одиннадцатом часу, а всем потом дал всем по динарию, да, и начали те роптать, начинают, да, которые целый день работали, на тех, которые работали полдня. Как ты, награждаешь всех, понимаете, одинаково, то есть уже у них тоже, как бы, говорили о зависти, да, возникает и так дальше. А господин говорит, нет, как бы, я же имею право сам, кого хочу, награждаю, понимаете, и поэтому правда Божья и человеческая справедливость, о которой требует, наверное, вот автор этих строк, они вообще иногда, иногда диаметрально противоположны. Да, Руслан, пожалуйста. Ян Ильич, вы приводили цитату из Иоанна Кронштадтского. У него есть много томов его дневников и они поразительны чем? Он очень чисто и честно пишет о своих страстях. Он говорит о том, что он не может отказаться от сладкого. Он говорит о том, что его раздражают родственники жены. То есть обычные человеческие проблемы, которые присущи в нашей жизни. Но вместе с тем он постоянно пишет, каких огромных усилий он волевых прилагает к тому, чтобы это из себя изжить. В некотором роде можно сказать, что Бог целует именно это намерение, когда человеку сложно, но он пытается преодолеть, когда он не просто как утопающий, и вот видит, что тонет, и не пытается, и вот тонет. И вот Господу важно, что человек ждет от него помощи, не бросает, идет, несет свой крест. Несет, но не бросает его. Очень важна эта решимость. Понимаете? То есть новая жизнь не завтра, не с понедельника, не с первого числа месяца. Потому что так вот, когда я вот сейчас чуть погрешу, еще поживу, а потом как бы там успею я пока, я не успею. Вот если каждый раз так откладывать, то это откладывание будет опять же всю оставшуюся жизнь. Важна решимость, что новая жизнь должна быть здесь и сейчас, вот с этого мгновения, с этого момента. И вот в результате только этой решимости, при недостатке человеческих сил, конечно, Господь придет на помощь. Вот мы знаем слова апостола, да, святые будут судить мир. Святые будут судить мир. Дорогие друзья, может быть, кто-то не знает, но на страшном суде люди предстанут перед Господом, да, и святые будут рядом стоять. Мы были такие же, как вы, такие же. Вот Руслан приводил пример, да, Иоанн Кронштадтский, святой, по молитвам которой исцелялись десятки, сотни людей. Мы даже не знаем, сколько. А имел тоже слабости. И апостолами у собой даже как-то дискутировали, и, может быть, даже ссорились. Ну и что? Ну и что? Тем не менее, решимость, о которой говорил отец Владимир, привела к тому, что это все-таки люди, ставшие святыми, которые сейчас рядом со Христом. Сейчас хочу напомнить, может быть, кто-то из вас видел, Янмер смотрел фильм под названием «Ученик». Это фильм Кирилла Серебряника, ныне в российского очень востребованного либерального и достаточно скандального режиссера, хотя и талантливого, но безбожного. Так вот, у него есть в фильме «Ученик». Для тех, кто не видел, говорю о том, что сюжет такой, некий старшеклассник насчитался Евангелие и императивно ко всем пристает и говорит «А вот Евангелие написано это, а ты такой-сякой так не поступаешь, а вот Евангелие это написано, то есть он пытается строить вокруг него живущих людей, как ему кажется по Евангелию, как ему кажется по Евангелию. Вопрос мой сначала студия, потом нам всем. Можем ли мы вообще, имеем ли мы право толковать Евангелие своим умом? Его рассматривать как-то, как вот мы видим. Ну и навязывать, может быть, еще таким другим. Пожалуйста. Мне кажется, что мы вообще не имеем права и я вам хочу просто рассказать такую маленькую короткую историю, когда есть притча, когда идет батюшка по пляжу и видит маленький мальчик копает ямку и переливает море в эту ямку. И батюшка у него спрашивает, что ты делаешь? Он говорит, я хочу море перелить в эту ямку. Так вот смысл в том, что вот эта вот ямка это как бы мы и вот это вот море и океан это Господь Бог. Поэтому мы не сможем в принципе понять и осознать и в том числе вот так вот показывать и указывать другому человеку, как он должен делать и действовать с точки зрения нашего восприятия при Евангелии. Спасибо, я понял. Спасибо. Ну, согласны вы с этим, наверное. Нельзя. Когда можно вообще толковать Евангелие? Натяна Ильич, я тоже смотрел этот фильм и он меня достаточно сильно потряс, особенно того, чем он закончился. В нашей жизни бывает такой момент, когда мы пытаемся себя оправдать, показать себя лучше, показать себя спасенными. Действительно вот бывает вот такое, когда человек вот только начинает ходить в церковь, только начинает читать Евангелие. Знаете присказку? В семье завелся праведник, все остальные стали мучениками. Да, да, да. Вот. И это действительно очень часто происходит. А почему? Мы пытаемся словами из Евангелия прикрыть собственные слабости. То есть мы таким образом пытаемся оказаться лучше. Действительно мы можем толковать Евангелие, но, есть одно но, ум человеку не просто так дан. Нам дан ум для того, что мы Бога познавали, опознаем мы его в частности, слушая и читая Евангелие. Но человеческий ум действительно вещь очень поразительная. И вся история церкви в течение двух тысяч лет свидетельствует об этом. Сколько было ересей, сколько было всяких заблуждений. Действительно то, что принес Христос людям, оно не может быть вмещено вот в текст, да, в формат какой-то книги. Это намного больше. И важно читать Евангелие таким образом, чтобы оно согласовалось с мнением святых отцов. То есть, если вот я читаю Евангелие и у меня возникает какой-то вопрос, который я не могу сам разрешить, так вот не стыдись, возьми, открой Иоанна Златоустова, возьми, открой любого другого святого отца и подумай, почитай, что он об этом сказал, как он об этом думал. Таким вот смирением. Вы говорили о притчах, возьмите там евангельские притчи, о горчичном зерне или о трех мерах муки, понимаете, то есть это один-два предложения, одно-два предложения, три предложения. Иногда вообще не понимаешь, что там за этим, ну да, а надумать можно, конечно, много чего, понимаете, и поэтому для этого существует еще вот святоотеческое предание, которое помогает в понимании евангельских текстов. То есть человек, как бы уже будучи просвещен Духом Святым, преодолев какие-то там страсти своей души, открыв свое сердце, получив это зрение, о котором мы говорили, имея некий опыт, естественно, мы можем имеем право обращаться к этому. Мы же используем опыт наших учителей в школе, преподавателей в университете и не стыдимся, то и здесь не нужно стыдиться, принимать этот опыт на тех, кто его уже приобрел и тот, кто своей жизнью продемонстрировал евангельские идеалы. Наша программа подходит постепенно к своему финалу. Я хочу спросить для наших зрителей, специально формулирую такой вопрос. Почему все-таки нужно обязательно читать Евангелие? Наверное, знаете, если так это как-то обозначить, облечь какую-то словесную формулировку, то, наверное, если молитва это наш разговор с Богом, как недавно было буквально вчера День памяти Святителя Никитария Гинского, говоришь, это разговор с Богом, то Евангелие, вообще священные тексты, Библия, это разговор уже Бога с нами. Мы не можем надеяться, что нам будет разговаривать, что с нами будет разговаривать Господь, как вот с Моисеем. Поэтому это, опять же, откровение Бога, это разговор Бога с нами, естественно, и хотите, это некий путеводитель тоже в Царство Небесное. А как же без путеводителя, во всем тогда можно и заблудиться, понимаете, и в трясину какую-нибудь попасть. Вот подводя к финалу, Руслан, хочу вас спросить, а потом и батюшку, может быть, и все же, что мы скажем нашим зрителям, если не получается, а хочется жить по Евангелию, что делать? Стараться. Стараться. Любое, хотя, хоть самое маленькое движение нашей души, хоть самое наше маленькое стремление как-то приблизиться к Богу, не будет им не замечено. Поэтому уже сам тот факт, что нам этого хочется, он, с точки зрения Бога, он уже может быть поцелован. да, то есть, вот к нам мы поняли о том, что мы как-то неправильно живем, это уже первая ступенька осознать, да, что у тебя в твоей жизни что-то происходит не так. И почему происходит это? Потому что это результат твоих неправильных отношений с Богом. Это уже есть первая ступень к тому, чтобы, прилагая усилия, к тому, чтобы, прося Бога о помощи, все-таки рано или поздно достигнуть хоть какого-то результата. Спасибо большое. Мне кажется, что наша беседа сегодняшняя была не бесполезна. Вот в Евангелии есть такой момент, горькая минута, ученики некоторые отошли от Христа. Мы, кто читает Евангелие, знаем это. Ученики отошли от Христа. Остались только самые близкие. Да и то мы знаем, что не все останутся верны. И вот Господь в эту горькую минуту спрашивает своих ближайших учеников. Может быть и вы хотите уйти от меня? И тогда апостол Петр от имени всех говорит, куда нам идти? Ты знаешь глаголы вечной жизни. Так вот, дорогие наши зрители, я думаю, нет, не я думаю, а это истина. Вот Евангелие, вот, это и есть вот те глаголы вечной жизни. И мы все здесь присутствующие очень надеемся, что после нашей сегодняшней программы кто-то из наших зрителей захочет открыть эту книгу и эти глаголы вечной жизни постичь, услышать, узнать, а если этого не произойдет, не дай бог, то жизнь будет неполной, прошедшая может быть даже мимо. Вот я благодарю вас, отец Владимир, я благодарю вас, Руслан, благодарю нашу дорогую студию, прийдите к нам обязательно. я желаю, чтобы книга с глаголами вечной жизни стала вашей главной книгой жизни и нашей, кстати, тоже. На этом прощаюсь, до новых встреч в программе Лестница в небо на канале Киевская Русь. До свидания. АПЛОДИСМЕНТЫ